Вопрос 1906, 7 том. Бог дал силу своим ученикам наступать на силу вражи. Но силе вражи много еще попущено делать. Святые страдали от этих темных сил, чтобы им было утеснение от них. Вопрос такой. Святые страдали от этих темных сил, чтобы им было утеснение от них. Деяние 1916. И бросился на них человек, которым был злой дух. И одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги избитые выбежали из того дома. Отвечает Игнатий Лапкин. Разные случаи и такие есть, и когда дьявол наносил даже раны верующим, тащил их и бил. Едва же мы им их находили. И его праведно он поразил болезнью. Второе. Колинфянам 12. И чтобы я от них произносился чрезвычайностью откровениями, дано мне жало вплоть. А ангел сатаны, и дучать меня, чтобы я не произносился. Откровение 13.7. Не дано было ему вести войну со святыми и победить их. Не дано была ему власть над всяким коленом и народом, и языками племенами, и племенами. Но жизнь отнять не дозволено. И вот 2.6. И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. 1 Иоанн 4.4. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в него. Читаем из Жития святых. Аверки, 22 октября. Однажды дьявол, желая искусить Аверки, принял на себя вид женщины и приступил к святому, прося у него благословения. Взглянув на лицо беса, святой хотел отвернуться от него, но в это время задел правой ногой за камень и повредил ее так, что на голени образовалась язва. Переднося сильную боль, святой стоял, не издавая ни одного стона, и лишь держался рукой за то место, где была язва. Дьявол смеялся и, приняв свой обычный вид, сказал святому, не считай меня одним из тех ничтожных и незначительных бесов, которых ты изгонял. Я старейшина их. И вот ты принял от меня язву, и, стыляя других от болезни, ты сам на ней болен. Иоанн Новгородский, 7 сентября. И дьявол скреждал зубами своими на лихий писк, поговоря, «Так, как ты рассказал тайну, ты наведу на тебя такое искушение, что будешь ты осужден всеми своими гражданами, как блудник». И с того времени бес, Божим попущением, начал действительно строить свои коварные козни святителя, стараясь лишить его доброго имени. Он показывал людям, которые во множество приходили к Иоанну просить благословения, и в келье святого разные видения. То женскую обувь, то жерелье, то какие-то женские одежды. Приходящие к архиепископу люди, видя сие, соблазнялись и стали думать о святом, не держит ли он будниц в своей келье. Сильно смущались они тем и толкуя между собой виденным говорили друг с другом. Человеку-буднику недостойно занимать апостольский престол. Когда однажды народ собрался и пошел в келью святого, бес превратился в девицу, которая побежала перед народом, как бы удаляясь из кельи блаженного. Видевшиеся, закричали и погнали с бывой девицы, чтобы схватить ее, но бес убежал за келью святого и стал виден. Услышав народный крик и шум, святитель вышел из кельи и спросил собравшихся, что такое случилось с детьми, о чем вы шумите. Они закричали на его и стали бронить и укорять его коглудника, схватили его и стали насмехаться на него. Рутья Эвфимий Нового. Эвфимий Новый. 15 октября. Или Новгородский. Не знаю. Эвфимий взял проводников и отправил с ним на указанную ему гору, где и нашел действительно овчарную. Открыто ему свыше признаки указывали, что именно здесь нужно искать развалины прежнего храма. Но никто из местных жителей ничего не знал об этом храме. Местные христиане давно имели здесь овчарную. Совсем не помышли о том, что оскорбляют ее и местную святыню. Горько плакал преподобный в виде такого по прайне святыни. Начатые им раскопки вскоре же обнаружили все основания храма, когда местное население, пораженное таким необычайным даром продолжимости, пришедшего к ним встаться, с охотой взяли на себя расходы по восстановлению забытого храма. Этим оно хотело как бы загладить грех своего прежнего роднодушника к нему. Так возведен был храм святого апостола Андреевского с пределами, с правой стороны в честь святого Ивана Притечи, а с левой во имя Емфимия Великого. Но прежде чем были окончены работы по постройке храма, много трудов и горя пришлось вынести саму преподобному. По злоумышлению демонов то прокинулись леса, окружавшие здание, то обрушилась только что выведенная левая сторона его. При таких несчастьях нелегко было преподобному убеждать строителей продолжать начатую постройку. Весноватых отчитывают, когда над ними священники читают заклинательные особые молитвы. Это уже Игнатий Латвин говорит. В требниках нужно срочно вести новые молитвы, как молиться об удураченных попами, о людях, на которых они навели помрачение ума, поморок, паморок. Что люди ничего не хотят читать из священного писания, но довольствуются крещенской водой, купанием в проруби Иордании. Священство убило в народе евангельскую веру понятие рождения свыше. Священство убило в народе евангельской веры. Священство убило в народе евангельской веры. Продолжение следует...